Всем привет! Друзья, находимся сейчас на пляже Дивноморский, село Дивноморское. Спасательный пост, флаг медицины всеми известный и правее черный флаг. Кто-то подумает, пираты атакуют. Нет, этот флаг вывешивается в случае штормового предупреждения либо другой опасности, обозначающей купание запрещено. Давайте прогуляемся немного по пляжу. Да, действительно у нас море штормит. Ну, мало кого останавливает висящий флаг. А что делать, если приехал за тысячи километров искупаться на море? Давайте поговорим тогда в целом о море. Воздух у нас 27,8 градуса тепла. Давайте замерим температуру воды. Не вижу смысла поглубже заходить. 26,3 градуса тепла. Вполне комфортно. И так ногами действительно приятно заходить. Море теплое. Количество купающихся людей, вопреки запрета, еще раз. Так прям кто-то стоя загорает. На первой линии при таких волнах расположиться комфортно не получится. Ну, или иначе забрызгает по-другому. Так, ветерок задувает. Давайте немного прогуляемся по пляжу. Коротко о традиционных удобствах. Шезлонги под навесом и без. Шезлонг 3 часа 200 за целый день 400. Один зон плюс два шезлонга. 3 часа 500 и день 1000. И бунгало 1700 за полдня. Целый день трешка. Коротко о Дивноморском. Кто не знает, где этот курорт вообще расположен. Раньше, кстати, назывался фальшивый Геленджик. Так, правее от Дивноморского как раз таки будет город-курорт Геленджик. Вот здесь, по-моему, особенно погусто населеннее. Так прям свободно пройти не получится. Ну и прозрачная чистота воды, я думаю, оставим без внимания. Все-таки шторм дает свои плоды. Покрытие дна и берега здесь. Некрупная галька. Дальше галька здесь на берегу будет чуть получше. Дальше от границы моря. Такие плоские камушки, вполне комфортно. Пляж Дивноморский, вывеска. Трубач трубит, тут музычку наигрывает. Слышите? На трубе играет. Немного прогуляемся по набережной. Как она выглядит после глобальной реконструкции. Буквально за полтора месяца все успели сделать, все поменяли. Аквапарк. Только сегодня узнал, что он уже три года как не работает. Я как не приду, думаю, вечер поздно может не работает. Либо межсезонье не работал. Вот так не пользуется спросом он здесь. Здесь количество людей на аллее, ведущей в сторону выхода с центральной части набережной. Ну, точно, наверное, немалолюдно, да? Друзья, такое коротенькое видео получилось. Будет полноценный обзор Дивноморского, уже выложу по факту монтажа. Следите за нашими новинками. Ну, если будет что-то полезное, интересное, обязательно поделюсь. Обнял, приподнял. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok